Сегодня стало известно, что легенда российской эстрады Алла Пугачева была срочно госпитализирована в одну из престижных клиник Израиля после резкого ухудшения состояния здоровья. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Эта новость моментально вызвала широкий общественный резонанс, вызвав волну беспокойства среди ее поклонников, коллег и близких. Сообщается, что артистка находилась в своей израильской резиденции, когда почувствовала себя плохо, после чего ее супруг Максим Галкин незамедлительно вызвал скорую помощь. Скорая доставила певицу в одну из лучших больниц страны, где ее сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. Информация о состоянии здоровья Аллы Борисовны поступает постепенно, однако уже сейчас известно, что врачи оценивают ее состояние как серьезное, но стабильное. Согласно предварительным данным, причиной ухудшения могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, усугубленной стрессом и напряжением последних месяцев. Врачи проводят комплексное обследование, чтобы определить точную причину кризиса и составить план лечения. Медицинский персонал клиники работает в усиленном режиме, чтобы оказать артистке всю необходимую помощь. Семья Пугачевой пока воздерживается от комментариев, ограничившись просьбой уважать их право на частную жизнь в столь сложный момент. Максим Галкин, как сообщают близкие к семье источники, круглосуточно находится рядом с супругой, координируя работу врачей и обеспечивая максимальный комфорт для нее. Близкие друзья семьи и коллеги Аллы Борисовны также выразили готовность поддержать ее и предложить свою помощь. Эта новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых тем в российских и зарубежных СМИ. Социальные сети наполнились сообщениями от поклонников, выражающих поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Тысячи людей делятся своими воспоминаниями о концертах и песнях Пугачевой, которые стали неотъемлемой частью их жизни. Ее творчество, охватывающее несколько десятилетий, затронуло сердце миллионов, и теперь люди по всему миру объединяются в своих молитвах за здоровье любимой артистки. Коллеги Пугачевой по сцене также выразили свою обеспокоенность и поддержку. Григорий Лепс, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев и многие другие звезды российской эстрады написали теплые слова в социальных сетях, подчеркивая силу и стойкость Аллы Борисовны, ее уникальный талант и вклад в развитие культуры. Многие из них вспоминают, как Пугачева всегда вдохновляла их своим примером, помогала в трудные времена и поддерживала молодых артистов. Интерес к ситуации подогревается и тем, что за последние месяцы Алла Борисовна заметно сократила свои публичные появления. Ее редкие выходы на светские мероприятия и комментарии вызывали повышенное внимание, а ее поклонники начали беспокоиться о ее здоровье еще до нынешнего инцидента. Слухи о том, что артистка столкнулась с проблемами со здоровьем, циркулировали в прессе, но их официального подтверждения не было. Многие вспомнили, что переезд Пугачевой и ее семьи в Израиль был связан с поиском более спокойной и комфортной обстановки, а также возможностью получать медицинскую помощь высокого уровня. Израильские клиники славятся своими достижениями в области кардиологии, неврологии и реабилитации, что, вероятно, сыграло роль в выборе страны для проживания. Теперь эта же система здравоохранения предоставляет помощь артистке в ее трудный час. Некоторые источники утверждают, что переутомление и стресс, связанные с плотным графиком и общественным вниманием, могли стать факторами, повлиявшими на ухудшение состояния Пугачевой. Несмотря на ее решение сократить количество выступлений, Алла Борисовна продолжала работать над новыми проектами, встречаться с поклонниками и принимать участие в культурной жизни. Это, безусловно, требовало от нее значительных усилий, что в конечном итоге могло сказаться на здоровье. Сообщается, что врачи, работающие с Пугачевой, используют новейшие технологии и методы лечения, чтобы стабилизировать ее состояние и предотвратить возможные осложнения. Артистке назначено комплексное лечение, включающее кардиологическую терапию, физиотерапию и меры по восстановлению нервной системы. Медики настроены оптимистично и уверены, что при соблюдении всех рекомендаций Пугачева сможет полностью восстановиться. Параллельно с этим продолжаются обсуждения о том, как инцидент может повлиять на дальнейшую творческую деятельность артистки. Многие ее поклонники и коллеги считают, что после выздоровления она должна взять паузу и уделить больше времени своему здоровью и семье. Однако, зная характер Аллы Борисовны, никто не сомневается, что она сделает все возможное, чтобы вернуться на сцену, которая всегда была ее жизнью. Событие стало поводом для многочисленных обсуждений в медиапространстве. Журналисты анализируют карьеру и жизнь Пугачевой, подчеркивая ее огромный вклад в развитие отечественной музыки. Ее творчество вдохновляло поколение, и даже сейчас она остается иконой, которую почитают как в России, так и за ее пределами. Многие уверены, что ее пример силы и стойкости станет еще более значимым после того, как она преодолеет нынешние трудности. В ближайшие дни ожидаются официальные заявления от семьи и медицинского персонала, которые должны пролить свет на детали произошедшего. Пока вся страна замерла в ожидании новостей, люди продолжают выражать свою поддержку артистке, делясь ее песнями, цитатами и теплыми воспоминаниями. Алла Пугачева остается символом стойкости и таланта, и миллионы ее поклонников уверены, что она справится и с этим вызовом, вновь доказав, что для настоящей звезды нет ничего невозможного. Также стало известно, что сегодняшний день стал настоящим праздником для всех поклонников творчества Александра Розенбаума и любителей музыки. Великий артист, чье имя уже давно стало синонимом глубоких текстов, уникального голоса и мастерского владения гитарой, сделал неожиданный шаг к своей карьере. Розенбаум презентовал собственную авторскую коллекцию гитар, которая вызвала настоящий фурор как среди профессионалов, так и среди любителей. Этот проект стал воплощением многолетнего опыта музыканта, его безграничной любви к инструменту и стремления создать что-то действительно уникальное и полезное для музыкантов. Презентация коллекции прошла в одном из престижных концертных залов Москвы. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых были не только коллеги Розенбаума по сцене, но и известные мастера гитарного дела, музыкальные критики, поклонники творчества артиста и просто ценители качественных инструментов. Зал был оформлен в теплых тонах, подчеркивающих атмосферу уюта и душевности, которая всегда сопутствует выступлениям Розенбаума. Коллекция, получившая название «Душа гитары», включает в себя несколько моделей, каждая из которых отражает разные этапы творческого пути артиста. Основной акцент сделан на акустических гитарах, ведь именно этот инструмент всегда был неотъемлемой частью творчества Розенбаума. По словам самого артиста, каждая гитара из коллекции имеет свою историю и создавалась с учетом особенностей игры и звучания, которые он ценит больше всего. Все модели изготавливались вручную лучшими мастерами, что обеспечивает их высочайшие качества. Первая модель, представленная на мероприятии, носит название «Легенда» и является символом начала карьеры Розенбаума. Эта гитара выполнена из ценных пород дерева, отличается теплым, насыщенным звуком и классическим дизайном. Артист рассказал, что вдохновением для ее создания послужили его первые концерты, где он исполнял песни, которые позже стали народными хитами. «Легенда» предназначена для тех, кто ценит традиции и хочет почувствовать настоящую душу акустической музыки. Следующая модель под названием «Путь» посвящена годам гастролей и интенсивной творческой работы. Она создана для активных музыкантов, которым важна не только красота звучания, но и надежность инструмента. «Путь» имеет более современный дизайн и оснащена встроенным электроакустическим модулем, позволяющим использовать ее как на камерных концертах, так и на больших сценах. По словам Розенбаума, эта гитара идеально подходит для тех, кто ищет баланс между классикой и современными технологиями. Особое внимание привлекла модель «Свобода», которую Александр описывает как отражение своего мировоззрения. Она создана для импровизаций и экспериментов, имеет необычный корпус и уникальные настройки, позволяющие добиться самых разнообразных оттенков звучания. «Свобода» уже вызвала интерес у профессионалов, которые отметили ее новаторский подход и возможности для творческой реализации. Главной звездой коллекции стала эксклюзивная модель «Вдохновение», которая была представлена в единственном экземпляре. Эта гитара выполнена из редких материалов, инкрустирована драгоценными камнями и украшена ручной гравировкой с изображением символов, связанных с жизнью и творчеством Розенбаума. По словам музыканта, «Вдохновение» была создана как символ того, что музыка – это искусство, способное вдохновлять и объединять людей. На презентации Александр Розенбаум лично продемонстрировал звучание каждой гитары, исполнив на них свои самые известные композиции. Публика встретила каждое выступление бурными аплодисментами, а многие гости отметили, что звук новых инструментов буквально завораживает. Во время исполнения песен Розенбаум рассказывал истории, связанные с созданием коллекции, делился воспоминаниями о том, как начал играть на гитаре и как этот инструмент стал для него настоящим спутником жизни. Музыкальные критики, присутствовавшие на презентации, уже назвали коллекцию «Душа гитары» событием года в мире инструментальной музыки. Они отметили, что Розенбаум не просто создал гитары, но вложил в них свою философию и видение музыки. Каждый инструмент, по их мнению, отражает уникальный стиль артиста и способен вдохновлять как начинающих музыкантов, так и профессионалов. Коллеги Розенбаума по сцене также высоко оценили его проект. Многие из них признались, что мечтают попробовать гитары из новой коллекции и даже приобрели некоторые модели для своих выступлений. Известные артисты, такие как Олег Газманов, Григорий Лепс и Лев Лещенко, выразили восхищение мастерством и подходом Розенбаума, отметив, что его коллекция станет настоящим подарком для музыкального мира. Особое внимание было уделено тому, что часть средств от продаж гитары из коллекции «Душа гитары» будет направлена на поддержку молодых музыкантов и развитие музыкального образования в России. Розенбаум подчеркнул, что для него важно не только создавать качественные инструменты, но и помогать талантливым людям реализовать себя в творчестве. Этот жест вызвал бурю восторга у гостей мероприятия, которые отметили, что Александр всегда остается верен своим принципам и стремится делать мир лучше. В завершении презентации Розенбаум ответил на вопросы журналистов и гостей. Он рассказал, что работа над коллекцией заняла несколько лет и поблагодарил всех, кто помогал ему в этом проекте. Музыкант также поделился планами на будущее, заявив, что намерен расширять коллекцию и работать над новыми инструментами, которые смогут удовлетворить потребности самых разных музыкантов. Новость о запуске коллекции «Душа гитары» мгновенно разлетелась по социальным сетям. Поклонники Александра Розенбаума выражают свое восхищение и благодарят артиста за его вклад в развитие музыкального искусства. Многие уже строят планы на покупку гитар из новой коллекции, отмечая, что это не просто инструменты, а настоящее произведение искусства. Коллекция гитар Александра Розенбаума стала не только важным событием в музыкальной индустрии, но и очередным доказательством того, что истинное творчество не знает границ. Этот проект объединяет любовь к музыке, искусству и ремеслу, вдохновляя тысячи людей на создание чего-то прекрасного и настоящего. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей. Субтитры создавал DimaTorzok